Как определить, является ваша семья малоимущей или малообеспеченной? Семьи, имеющие доход ниже среднего, могут относить как к малоимущим, так и к малообеспеченным. Но это абсолютно два разных понятия, каждый со своими особенностями. В этом видео разберем, чем отличается статус малоимущей семьи от статуса малообеспеченной, какие признаки характерны для каждой из них, и самое главное, какими мерами поддержки от государства они могут пользоваться. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Начнем с малоимущих семей. Такими признаются семьи, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Напомню, прожиточный минимум устанавливается в каждом конкретном регионе. Понятно, что от региона к региону цифры прожиточного минимума могут существенно отличаться. Но если взять среднюю сумму по России, то в 2022 году она составляет 12 тысяч рублей. Признать семью малоимущим могут органы соцзащиты, и для расчета берутся доходы за предыдущие три месяца перед обращением в госорганы. Причем во внимание берутся все денежные поступления семьи. Зарплата, пенсия, стипендии, социальные пособия, доходы по депозитам и от сдачи жилья в аренду. При этом не стоит забывать, что речь идет в доходах, с которых не удерживаются налоги и сборы. Для таких семей предусмотрены разные меры поддержки. Это могут быть единовременные денежные выплаты, социальные пособия, чаще всего на детей, натуральная помощь или заключение социального контракта. Дальше разберем понятие малообеспеченной семьи. В отличие от малоимущей, малообеспеченной семьей признаются в том случае, если люди проживают в стесненных бытовых условиях. И каждая семья может иметь как один статус, так и сразу два. Например, если семья с низкими доходами еще и проживает в стесненных условиях, в маленькой квартире, то она будет единовременно считаться и малоимущей, и малообеспеченной. В то же время, если семья с низкими доходами живет в нормальном жилье, то она будет только малоимущей. И наоборот, семья может быть признана только лишь малообеспеченной. То есть, жить, что называется, в тесноте, но не в обиде. И при этом иметь доходы, превышающие прожиточный минимум. Как понять, что семья является малообеспеченной? Для этого существуют определенные нормы. Таких норм три. Учетная норма, норма предоставления и социальная норма. Нас интересует социальная норма, потому что именно по ней решается вопрос о том, может ли семья претендовать на улучшение жилищных условий. А еще по этой норме можно получать субсидию на оплату услуг ЖКХ. Вообще, эти нормы могут отличаться от региона к региону. Но классическими величинами социальной нормы принято считать следующее. Для одинокого проживающего человека 33 квадратных метра общей площади. Для семей из двух человек 42 метра. А в семьях, в которых 3 и более человек, по 18 метров на каждого. Соответственно, если ваше жилье не отвечает этим нормам, и оно меньше, вы можете собрать документы и подать их на постановку вас в очередь на улучшение жилищных условий. Следует уточнить, что при расчете нуждаемости участвуют все лица, которые прописаны постоянно или временно в этом жилье. Самой популярной мерой поддержки таких семей является программа «Молодая семья». Если кратко, то родители должны быть возрастом до 35 лет, и здесь нет требований к ежемесячным доходам, как для малоимущих семей. Единственное, что должно быть у такой семьи, это собственное накопление. Потому что государство компенсирует лишь 35% расчетной стоимости жилья для семей с детьми и 30% расчетной стоимости жилья для семей без детей. Участвовать в такой программе может и одинокий родитель возрастом до 35 лет, у которого имеется ребенок. Надеюсь, что теперь стало понятно, чем отличается малоимущая семья от малообеспеченной. Жду ваши лайки. Если остались вопросы по теме, пишите в комментариях. Все наши контакты найдете в профиле по ссылке. Субтитры сделал DimaTorzok